добрый день мои хорошие вы на канале светланы лосевой и это канал о вязании я сегодня хочу вам предложить вот этот очень стильный и легким узором связанный джемпер я прежде всего обратила на него внимание из-за красивого цвета цвет такой темной розы очень эффектный модный цвет подходит как брюнеткам так и блондинкам вот а потом я обратила внимание что узор настолько простой что может связать даже девочка к начинающим осваивать вязание да то есть в принципе девочки этот джемпер может стать для вас первым крупным изделием да конечно совсем кто еще плохо владеет спицами за такое изделие приниматься пока рановато а вот те которые уже умеют какие-то несложные изделия вязать вполне вы можете связать себе эту красоту очень эффектный узор узор в аранском вязание называется бабочка давайте полистаем фотографии здесь можно приблизить этот узор посмотрите как он красиво смотрится здесь у нас перекрещивание идут такой зеркальное перекрещивание петель образует эффект бабочки да на фоне резиночки 2 на 2 всего лишь вот такая вот несложная техника будет у вас при вязании этого джемпера это классика это чистая классика рукав с окатом резиночка у нас 2 на 2 вяжется очень легко все знают да 2 лицевые 2 изнаночные обычные вырез горловины смотрите обращаю внимание здесь у нас видите первый ряд изнаночный затем планочка вяжется резинкой 2 на 2 мы с вами будем составлять сегодня описание для размеров российских 42 44 46 48 и 50 52 все мы с вами по петель на разберем я и плотность посчитаем и самое главное я пряжу подобрала цвет в цвет очень красивый цвет вот этот мне прям очень я вам все номер цвета назову при рекомендации пряжи давайте сейчас не будем терять времени даром да и посмотрим цвет этой пряжи вообще посмотрим выбор пряжи и спиц не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале многие интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый вверх пальчик ваши лайки повышают рейтинг видео так видео попадает вашу папочку понравившихся для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу alize superlana classic пряжа содержится в составе 25 процентов шерсти остальное у нас идет акрил пряжи турецкого производства 100 грамм 280 метров цвет очень важный момент этот цвет девочки вот я вам приближают свет 28 смотрим теперь наш узор таким образом смотрится узор такие очень часто встречающиеся бабочки в аранском вязаниях так именуют когда нас перекрещивание идут симметричные до из двух сторон обычная у нас с вами резинка 2 на 2 получается очень простой узор спицы я использовала три с половиной красиво смотрится узору просто вяжется модель одни оверсайз как мы уже много очень модели рассматривали последнее время да то есть это у нас такая классика приятная цвет очень красивый цвет темной розы давайте сейчас я вам предложу качестве альтернативы пряжу я на милина д люкс 50 пряжа такая же идет по толщине абсолютно у нее другой состав у нее 50 процентов шерсть 50 акрил 100 грамм тоже 280 метров то есть она попадет в плотность абсолютно точь-в-точь будет так по толщине эти ниточки тоже одинаковые разница у них в производители и в том что вот эта пряжа содержит шесть побольше шерсти цвет у меня видите другое конечно в каталоге можно всегда выбрать тот цвет который вам больше по душе лично я она обратила внимание на эту модель во первых мне очень понравился цвет а во вторых он несложно вяжется этот узор свяжет любая начинающая мастерица я думаю что этот джемпер станет украшением гардероба любой женщины давайте посмотрим схемочку схема я рисовала от руки по картинке схема узора я нарисовал от руки вот таким образом она у нас выглядит по центру идет бабочка на десяти петлях мы перекрещиваем с вами 5 петель направо и 5 петель налево и все это повторяется через в общем-то получается 12 рядов то есть раппорт узора составляет 14 рядов всего бабочки да а здесь у нас сочетание изнаночных и лицевых петель 2 изнаночные 2 лицевые с двух сторон между вот этими бабочками идет по 10 петель я считала расстояние так давайте выкройку у нас есть выкройка все размеры на выкройке я всегда рассказываю черчу и подробно мы с вами рассматриваем описание на разные размеры в конце видео когда уже связан образец и известна плотность вязания там же я все размеры вам озвучиваю вот такое описание у нас всегда с вами составляется девочки размеры я уже называла сегодня какие у нас будут в описании вы все это можете почитать под видео я выкладываю этот текст каждый раз под видео то есть очень легко вязать по моим расчетам потому что все я сохраняю виде текста вы можете все чтобы лишний раз до не дергаться можете все почитать там но откуда берутся все эти цифры я вам поясняю то не просто голые цифры да я поясняю откуда они берутся как я их получила поэтому расчетная часть будет очень полезно новичкам посмотреть я доступным образом рассказываю вам прям таки вы знаете от и до как вязать а сейчас приступаем к вязанию образца узора для вязания образца нам надо набрать 32 петли и девочки ширина косы составляет 10 петель и вот эти с двух сторон петельки у нас чередование лицевых 2 лицевых 2 изнаночных тоже занимают 10 петель то есть тут 10 петель здесь 10 петель коса по центру тоже 10 петель ну плюс 2 кромочные поэтому 32 петли так все понятно итак у нас сейчас будет связаться первый ряд узора следующим образом он вяжется вяжем 1 кромочную 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 лицевые 2 изнаночные и сейчас важный момент в косе перекрещивания будем делать 5 петель будем перекрещивать направо и следующие 5 петель будем перекрещивать налево я дополнительно спицу не пользуюсь я вам сейчас покажу технику которую вы сможете в дальнейшую применять при вязании таких перекрещиваний она очень простая все 5 петель то есть то количество петель которые вам надо перекрестить снимайте на правую спицу 5 петель в нашем случае первые две петли у нас будут идти за работой я их сейчас переснимаю на левую спицу высвобождаю следующие три петли и с помощью правой спицы аккуратненько возвращаю их на левую вот мы сделали перекрещивание 5 петель на право 3 петли у нас ушли перед работой на право а две петли ушли налево но они за работой и вяжем все 5 лицевыми все вот и вся техника а следующие 5 петель перекрещиваем налево также снимаем их на правую спицу первые три петли у нас будут перед работой кончиком левой спицы аккуратно я их снимаю на левую спицу высвобождаю эти две петли которые за работой и с помощью правой спицы аккуратно их возвращаю на левую но только они за работы все поменяли местами видите перекрестили и все пять провязали лицевыми девочки когда вы потренируетесь несколько раз вязать это перекрещивание она у вас дойдет до автоматизма вы будете эти косы вязать очень легко и просто далее вяжем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная все переворачиваем 2 и все четные ряды у нас являются изнаночными и мы их вяжем как смотрят петли и так девочки с 3 по 13 ряды включительно мы вяжем следующим образом кромочная 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные 10 лицевых нашего мотива нашим косы 10 лицевых и отдали опять 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные кромочные изнаночные на и простейший узор на и простейшие сложим самое сложное это сделать вот эти перекрещивания и смотрите и далее с вяжем 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 13 ряд связали последний лицевой ряд в раппорте 14 ряд вяжем как смотрят петли и раппорт повторяться будет снова с первого ряда снова будут у нас вот эти красивые перекрещивания вот такой простой очень простой узор надо связать нам на определенную высоту чтобы сделать расчет плотности после того как свяжем в определенную высоту сделаем влажную тепловую обработку этого образца и измеряем его ширину и длину горячим паром делаем с вами влажную тепловую обработку отдаем наш образец и горячим паром он становится очень пластичный давайте его потянем так потянем по горизонтали его вытянем тоже ну конечно у нас здесь резинка как ее особо-то не вытянешь то но мы сейчас все равно постараемся это от память ну все наверное на больше рассчитывать не приходится выпрямили как смогли пусть сохнет наш образец с вами высох вот такой сейчас четкий такой красивый получился расправлены видим берем линеечку для расчета плотности и счетную машинку и измеряем ширину давайте измеряем ширину выпрямляем его но не слишком прям там у сердца выпрямление до чтобы ровненько лежала и так девочки у меня 15 сантиметров ширина вместе с кромочными и 32 петли у нас участвовал в узоре 32 мы разделим на 15 сантиметров получается 2,1 плотность и запишем это число в одном сантиметре 2,1 петель умещается второй размер вертикальная плотность наша мы с вами измеряем высоту образца так высота образца у нас 14 с половиной считай ряды сколько в образце рядов у меня 35 связанных рядов и надо разделить на 14 с половиной сантиметров который мы сейчас измерили получается плотность по вертикали 2,4 давайте тоже запишем в одном сантиметре умещается 2,4 ряда отлично с этими цифрами сейчас будем делать расчеты сегодня у нас будет вот такая выкройка с вами для расчетов использоваться мы будем с вами составлять описание размеры российские 42 44 46 48 50 52 ширина спинки переда будет 48 сантиметров первый размер 53 сантиметра второй размер 58 сантиметров третий размер мы с вами посчитали плотность среднюю для наших двух с вами до резинки и для нашей бабочки это 2,1 петель в сантиметре поэтому мы сейчас с вами посчитаем сколько всего нам понадобится набрать на спинку и перед все детали вяжутся снизу вверх начинаем мы с планки на высоту 8 сантиметров вяжем резинку 2 на 2 для первого размера будем набирать 100 петель я 48 умножила 48 сантиметров надо умножить на 2 и 1 плотность 100 петель также я считал для других размеров девочки у меня получилось второй размер 110 петель и третий размер 120 петель и резиночку мы будем вязать спицами номер три а сам узор уже будем вязать резиночкой три с половиной распределяй петельки наши следующим образом схематично изобразила значит смотрите что такое 10 к на этой схеме 10 к и это вот этого коса наша бабочка 10 я называю 10 к это наша коса она занимает 10 петель справа и слева я уже говорил по 10 петель занимает узор составляющие 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные и здесь я вот именно внизу их рисовала то есть три раза мы делаем нашу бабочку по 10 петель касада и между ними идет вот этот череда 2 лицевые 2 изнаночные именно в той последствии идет как у меня нарисовано на схеме начинаем с 2 изнаночных заканчиваем двумя изнаночными вот и затем девочки у нас с вами будет вот такая еще с 24 петли и 24 петли с двух сторон справа слева это будет тоже наша резиночка в оригинале вы видели до 3 косы у нас идут и справа слева уже идет просто резиночка 2 на 2 как распределить петельки у резиночки здесь значит имейте в виду у вас четко попадает количество то есть если в рапорте резинка 2 на 2 составляет ширина 4 петли до 24 очень легко делится на 4 до получается у нас 7 и 7 раз начинать необходимо в общем то чтобы вот здесь около косы было 2 изнаночных вот здесь 2 изнаночные то есть вы должны схематично себе так начертить чтобы 2 изнаночные попали около косы не 2 лицевые попала а 2 изнаночные вот так я хочу вам девочки объяснить то есть тогда вам здесь надо начинать с двух лицевых самом начале этих двадцати четырех петель 2 лицевые тогда вы выйдете здесь на 2 изнаночные вот что я имела ввиду я схематично изобразила расположение как вы будете распределять эти 24 петли посмотрите внимательно то есть если вы начнете с двух лицевых петли у вас таким образом пойдут 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные вот и в итоге в итоге здесь уже начнется сразу 10 петь петель нашей косы то есть здесь у вас будет 2 изнаночные когда будете вот здесь слева 24 петли распределять узоры здесь сразу начнете с двух изнаночных и далее продолжите по логике до писать 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные лицевые тоже восемь раз так будет так дальше второй размер у нас будет на 10 петель больше и просто здесь все также располагается узор а здесь у нас будет 29 петель и здесь 29 петель здесь также девочки рекомендую вам схематично изобразить чтобы у вас здесь 2 изнаночные были проще вот так начать с конца то есть вот отсюда да у вас должно быть пишите 2 изнаночные 2 лицевые до 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так далее девочки и дойдете до логически что у вас начнется и что у вас закончится при 29 петлях если будет узор но это я уже прям совсем да такие азы объясняю вы сами уже взрослые и я думаю что справитесь с этой задачей для второго размера у нас будет 110 петель такое же расположение только не 24 петли 29 петель я вам рассказала логику рассуждения соответственно у нас еще две кромочные добавляются не забывайте об этом 2 кромочные уже добавлены сюда вот в эти 100 петель а то мне тут на днях писали комментарии что они не понимают как же кромочные кромочные уже в этом количестве заложены 2 и размер я вам уже объяснила тоже третий размер смотреть у третьего размера мое предложение такое все таки 120 петель хотелось бы наверное не резинку сделать я расширила не три косы у нас я сделала 5 кос то есть у нас будет идти 5 вот в середине по центру 5 вот этих кос разделенных между собой вот этими 10 вот этими 10 петлями которые промежуточные у нас между косами идут вот и в итоге в конце и в начале у нас будет 14 петель резинкой 1 резинкой 2 на 2 соответственно кромочные тоже сумме 125 и составит это мое предложение конечно вы можете воспользоваться всего тремя вот этими подряд бабочками но я вот 5 вам предлагаю такое вот расположение мне кажется это будет поинтереснее смотреться когда 5 бабочек и по краям будет у нас это резиночка продолжаться 14 не делится на 4 да то есть здесь тоже также нарисуйте пожалуйста вот так схематично кто-то затрудняется как расположить располагать петельки вот и у вас логично все сойдется да то есть начнете опять таки с конца вот отсюда да должно быть 2 изнаночные граничить с нашей косой опять 2 изнаночные а дальше продолжить логично 2 лицевые опять 2 изнаночные 2 лицевые и должно у вас 14 петель уложиться вы поймете как это будет выглядеть я уже точно знаю что это будет на конце вот здесь тоже будет 2 изнаночные здесь вот так если начнете здесь 2 изнаночных то есть закончить с двумя изнаночными так теперь давайте по пройму про пробу поговорим про плечи поговорим про вырез горловины поговорим общая длина моего изделия заложено первый размер 60 сантиметров второй размер 61 и 3 62 сантиметра будем с вами на высоте 32 сантиметра сразу перевела в ряды девочки перевод в ряды это осуществляется как 32 мы должны с вами умножить на плотность по вертикали в одном с метр 2,4 ряда это наша вертикальная плотность это наш коэффициент плотности по вертикали по-другому называется вот и мы его с вами применяем очень активно 32 умножаем с вами на давайте покажу 32 мы умножаем на 2 и 4 плотность получается 76 рядов то есть когда вы будете вязать свое полотно пожалуйста посчитайте ряды у вас должно прежде чем приступать к формированию проймы надо чтобы четко у вас было 30 четко было не 32 сантиметра из отмеренных сантиметров а чтобы это было подсчитано 76 рядов для чего почему я на этом настаиваю любой трикотаж после стирки вытягивается так или иначе вытягивается вот я не буду уже говорить о том что одна пряжа больше вытягивается другая меньше но вся пряжа вытягивается чтобы этого не произошло чтобы ваш джемпер не стал туникой вдруг да в итоге пожалуйста применяйте вертикальную плотность и тогда вы какой запланировали длину такая длина у вас в принципе и получится разница там будет погрешность небольшая в один сантиметр в два сантиметра может максимум то есть вот это надо очень четко вымерять вот эту вот эту плотность не относиться к этому поверхностно там а бы как бы да нет это очень важные моменты на пройму у меня заложено первый размер 10 петель 2 11 3 12 петель размер но начали мы с 2 глубина проймы 5 сантиметров я умножила на плотность 2 и 1 получила 10 петель вот так считала да но побольше на один на одну петлю я сделала для размеров так дальше вырез горловины я сделала для первого размера 19 сантиметров ширину выреза умножила на плотность 21 у меня получилось 45 должно быть четное число потому что у нас с вами в наборе применяется тоже четное количество петель это очень важный показатель здесь нечетное не пойдет иначе на плечи нам не не получится поровну разделить петельки имейте это ввиду второй размер я сделал 42 петли то есть на две петли больше 3 еще на две петли 44 петли в целом получилось и все что осталось это петли плеч 20 23 26 петель в зависимости от размера перед и спинку у нас в принципе вяжется одинаково различие у нас будет в глубине выреза горловины у спинки это два сантиметра у переда это восемь сантиметров на какой высоте мы это будем действие совершать закрытие вот этих петель формирование выреза я подробно рассказываю в инструкции которую выкладываю девочки под видео там текстовое описание пожалуйста посмотрите там все будет подробно изложено также в ряды переводила все сантиметры я в своем описании так дальше не будем в общем вот эти все закругления я тоже сейчас не озвучиваю здесь тоже не озвучиваю закругление по пройме все есть в инструкции как это закруглить почитайте там читать у нас слава богу все умеет рукав длину рукава я сделал 60 сантиметров это такая мерочка очень индивидуальная пожалуйста под себя и и откорректируйте я вам сейчас буду рассказывать так скажем среднестатистическую длину рукавчик а вот а вы под свой рост обязательно обратите внимание сейчас я вам показываю для примера вы потом откорректируйте на примере вот сейчас как я вам расскажу начинаем и также с платки резинкой 2 на 2 8 сантиметров высоту вяжем набираем 44 46 48 петель для планки в зависимости от размера в последнем изнаночном ряду надо равномерно добавить количество петель добрать до 56 петель вот и затем у нас распределяться начнут узоры также спицы мы меняем стройки на три с половиной для узора и у нас идет вот такое распределение 1 коса у нас будет с вами по центру на 10 петлях из двух сторон 22 и 22 то есть резинка 2 на 2 на 22 петля будет располагаться но соответственно кромочные 56 петель всего на все размеры я сделала одно число и самая широкая часть рукавчиком тоже посчитала заранее петельки то есть ширина самой широкой части рукава у нас будет если мы берем с вами на первый размер 38 сантиметров ширину рукава перед окатом то это будет 80 петель как считала 38 я умножил также на плотность по горизонтали 2 и 1 у нас получила 85 второй размер у меня 40 сантиметров ширина рукава и это 84 петли и 42 сантиметра для 3 размера это 88 петель я не сказала про высоту проймы высота проймы у нас будет первый размер 22 21 сантиметр и третий размер 22 сантиметра тоже это надо внимательно к этому отнестись это надо учитывать так конечно же вы под себя можете все это корректировать здесь нет никаких преград каждый должен проявить свое творческое мастерство согласитесь окат у меня будет на высоту 13 сантиметров формироваться как его сформировать я всегда говорю значит для начинающих надо составить выкройку очень удобно учиться по выкройке в натуральную величину для девочек которые умеют вязать я не не думаю что это будет какая-то проблема сформировать окат я например уже без выкройки знаю как его сформировать так дальше у меня будет статья специально под видео размещенная ссылка на статью как сформировать сделать расчет оката почитайте там ничего сложного для формирования скоса рукава нам понадобится прибавить для первого размера 12 петель 2 14 и 3 16 петель я из большего количества петель 80 вышла то что у нас 56 внизу рукава и получила 24 число разделила на 2 на каждый скос у нас пришлось 12 петель теперь этим петельки при прибавке должны быть через равное расстояние прибавляться до прибавки будут идти одновременно и равномерно по двум скосом и для этого нам понадобится опять вертикальная плотность смотрите от планки до начала оката длина по моей мерке 60 сантиметров длина общей рукава это будет 39 сантиметров 39 сантиметров надо умножить на нашу вертикальную плотность 2,4 и мы получаем число 94 ряда теперь эти 94 ряда мы будем делить с вами на те петли которые будем прибавлять по скосу первый размер это 12 петель давайте 94 мы делим на 12 получаем число 7,8 проще всего девочки в каждом седьмом ряду прибавки сделать можно округлить до 8 и делать в каждом восьмом ряду прибавку тогда здесь немножечко не не хватит раньше получится прибавки в самые последние вот петельки то есть в принципе так можно да то есть либо в каждом седьмом ряду вы прибавки 12 раз сделали и здесь уже просто вяжите полотно без прибавок на какое-то количество рядов незначительное и на что не повлияет да то есть вот так проще наверное 94 мы делим на 14 в каждом шестом ряду и 94 разделить на 16 у меня получилось каждым пятом ряду считал я точно так же как сейчас вам объяснял вот собственно и все что я могла вам объяснила откуда у нас делись все эти петельки в описании все эти ряды в описании желаю вам удачи думаю что мастер-класс доступен все мои расчеты тоже очень сильно простые принципе начальная школа да вот эти все арифметические действия очень простые до новых встреч